Не, ну ты серьезно что ли хочешь, чтобы я тебя снимал? Ну да, ну... А, то есть тебя волчья ягода интересует, я тебя понял. Ну, волчья ягода это проект, который на самом деле существовал и до, и после, у него были несколько разных названий, то есть он назывался Пасакалия номер один, он назывался Дефлорация, он назывался Зона Поражения, он назывался так или иначе, это все были какие-то проекты, связанные с моим собственным творчеством. То есть, допустим, в группе Хемогнозис это не столько мое творчество, то есть я там, я, я, я в Хемогнозис я музыкант. Вообще, в принципе, я музыкант, я не столько поэт, как бы, если я и поэт, то не так уж и много я написал по сравнению с другими людьми, то есть, ну, не знаю, то есть с кем я себя могу сравнивать, да, ну, допустим, я не знаю, вот мой друг, да, Алекс Мух, да, с которым вот мы работаем в группе Хемогнозис, вот у него четыре вот таких вот общих тетради со стихами, а у меня их может быть и больше, а может быть у меня их 20 даже, но разница в том, что он их хранил, а я как-то не знаю, я, если я не видел, что песня непосредственно представляет из себя какую-то вот такую вот многовековую ценность, так я ее либо выбрасывал, либо забывал про нее, вот у меня есть такая дурацкая такая черта, что я не то, что я не хранитель, я, если, как бы, если я и хранитель, то не своих вещей, поэтому, то есть, записал я в общей сложности около 13 альбомов, я не могу сказать точное количество, потому что, потому что, как говорится, сапожник без сапог, структуры записи много раз менялись, то есть мы писались на кассетах, мы писались на цифровой аппаратуре, мы писались на чем угодно, на дисках, на всем этом, а сейчас уже этого всего нету, сейчас вообще непонятно, вообще писать, не писать, надо ли вообще это кому-то вообще, тоже хороший вопрос, не знаю, может быть и не надо. Теперь ты меня спрашиваешь вот о таких проектах, как, там вот, ну не знаю, ну вот, таких проектов, как вот то, что, да, то, что ты видел, вот, Nick Rock'n'Roll, там, вот эти вот все, да, чертова, вот, ну, сложно мне тебе сказать, я, я знаком с этими людьми, да, говорил я с ними, ну, какая разница, на самом деле, какая, ну, да, летом, да, Сергей Летов, Егор Летов, да, я, я согласен, это совсем, совсем не главное, на самом деле, в этом все, как бы, в этой всей вещи, я с Варган Викернесом не плохих отношениях, на самом-то деле, да, хотя, казалось бы, где уж там я-то, и группа Имперор, кстати говоря, тоже, ну, скажем так, вот последние месяца-два я посвятил только вот поездкам по каким-то там Норвегиям, там, каким-то там таким местам, где я, да, исполнял, обязанности такого заседанного гитариста. Но при этом я, как-то, не знаю, я не старался как-то выпячивать свою личность, как бы, на этом фоне, да я сейчас не стараюсь. Знаешь, если бы было с кем поговорить по душам, понимаю, почему-то именно по душам, я бы сказал что-то другое, наверное, а тут, понимаешь, да такое вот именно сидишь ты камеры вот этот на меня вот это вот смотришь ну да большое дело конечно я понимаю да интересно там ну что я сейчас тебе буду рассказывать про все вот эти вот приколы как будто как вот здесь строилась эта вся вот неформальная тема это уже столько это рассказывали про это и что есть люди которые тебе это может быть даже лучше расскажут может быть даже где стоит того же алекса спросить я могу сказать про себя что я долго и не то есть неоднократно я спрашивал себя на кой хрен и мне это все надо и чем этим заниматься то есть зачем мне нужна эта волчья ягода зачем мне нужны все вот эти вот непонятные какие-то вот эти вот тусовки фестивали да вот это вот все что так сказать что она мне собственно дает кроме головной боли какой-то вот у меня сейчас сын родился не так давно что мне вот это вот все дает на самом деле платить за это приходится на самом деле достаточно высокой ценой не буду говорить что я там доходяга там какой-то или там я не знаю там одной ногой на том свете но сами понимаете никто же из нас не не стали с делом да поэтому не знаю почему этим заниматься потому что просто не могу этим не заниматься это единственный ответ который я для себя для других могу сформулировать не обязательно это должны быть какие-то там концерты не обязательно должны быть там какие-то я не знаю там альбомы какие-то акции мне достаточно с ушами того что я буду сидеть сам у себя в комнате там и что-то там сочинять что-то играть мне этого уже с ушами вполне достаточно что а ну да конечно не ну помогает вот сложена конечно помогает как же вообще не знаю куда я без нее одевался но нет дело в том что нет я я пытался скажем так я пробовал но я пришел к выводу что если ты не хочешь со ними со всеми в кровь разругаться лучше не на лучше не надо играть со своими родственниками вместе вот на этом я пожалуй закончу все давай выключить